Друзья! Баткуль, привет! Миша! Миша пришел с региона по информатике. Ну, рассказывай про регион и разбирай. Так, сейчас будет экзамен папы. Задача отсортированная по сложности, первый день. Так. А, ну я не сказал, как я на нем выступил. Ну, типа, если смотреть по месту, то я выступил плохо. Если смотреть по ощущениям, то я не знаю, что я сделал не так. Ну, то есть, я затупил на дэшке, поэтому я написал решение, но не успел его отдебагать. Ну, короче, непонятно. Ясно. Я думаю, что мотивация была не максимальная, потому что ты и так попадаешь на сервис по предыдущим заслугам. Ну, нет. Мотивация, я не знаю. В целом, я, когда пишу олимпиаду, ну, то есть, не знаю. Всегда, да? Ну, неважно. А какой смысл писать не мотивированный? Это же не интересно. На самом деле есть… Хотя смотря, что ты называешь мотивацией. Ну, как бы, вот я могу сказать, что я называю мотивацией. Если я иду на лыжах один, я просто иду, фигачиваю, фигачиваю. Шестьдесят километров прошел, пришел домой. Ну, и как бы, ну, хорошо, хорошо выгулился там, да? Ну, на следующее утро ничего не болит, все такое, да? А теперь, если я иду с группы Дмитриева, и если ноль или там до минус пяти примерно температура, не ниже, то у меня в организме вырабатывается, как бы, ну, возможность идти гораздо быстрее. Да. А вот эти крутые пацаны, которые идут, да, там, буйные у нас называются, они вот задают мотивацию. Вот пробежал мимо меня там кто-нибудь, да, из них. Мне хочется некоторое время за ними подержаться. Да. Я держусь, блин, я держусь, потом… Ладно, все, он убежал. Следующий пробегает, я за ним держусь. Нормально. И я к концу убит в ноль на тех же шестидесяти километров. Понимаешь? То есть вот как бы вот… Да, хорошо, это я понимаю. Это футбол то же самое. Можно прессинговать там, можно не прессинговать. Ну да, 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 да. Просто так или не просто так. Ну, не знаю, на олимпиадах это, наверное, не так уражается. Ты же тут умом работаешь. Как ты можешь включать ум на максимум или не включать? Ну, в принципе, встать посередине региона и уйти или что? Ну, значит, это какие-то флуктуации не имеет значения, да. Ну да ладно. Зато у меня два одноклассника закрылись. Закрылись? Решили все абсолютно на все баллы. Из 800. Ну, это было большое-небольшое лирическое отступление. Да. И сейчас пойдут задачи, да? Да. Ты мне избранные или все подряд? Все, наверное. Все. Ну, давай. Поехали. Внимание. Председатель жюри чемпионата по устному счету Андрей Михайлович Ройгородский Факториалов. А, Факториалов. Так. Придумал новое задание для участников чемпионата. Исходно. Знаешь, что Факториалов? Потому что Ройгородский помнит 10 Факториалов наизусть. 3, 600, 28, 800, по-моему. О, ты тоже помнишь. Но я не уверен, что это правильно, но что-то помнишь. Это очень похоже, да. Так. Андрей Михайлович Факториалов придумал. Вот. Да. Отдельное, кстати, искусство в задачах по программированию – это легенды. Вот. Потому что ты всегда читаешь и такой неплохо. Да. Так. И что же он придумал? Исходно на доске выписывается n целых чисел, a1 и так далее, an. Выписывай. n целых чисел, да? Да. Любого знака, да? Да. Могут быть отрицательные, могут быть положительные, по модулю не превосходят 10 в девятый. Ну, это мы потом напишем. Так. Значит, после этого участник выполняет команды двух типов. Первое. Стереть a – это число с доски и записать вместо него число x. То есть, короче, ты можешь взять любой из этих чисел и записать вместо него любое число, которое захочешь. Вообще. Ну, которое тебе, короче, тебе дают какое-то число, ты записываешь вместо него вот этого числа, вот это. Так. Второе действие. Циклически сдвинуть последовательность чисел на k вправо. То есть, вот у нас есть массив. Да. Мы берем, допустим, если мы сдвигаем на 2. На 2, да. 13, 2, 7, 6. Вправо. 3 минус… А, подожди. На 2 вправо надо сдвинуть именно. 2 вправо. Так, сейчас, это значит, 7, 6 наоборот. 7, да? Да, 7, 6. 6, 3. И потом вот так зациклились. 8, минус 5, 13, 2. Ну вот, да. У меня x равно 13 и получилась такая последовательность. Так, что дальше делать? После выполнения каждой команды участник должен вычислить сумму всех чисел на доске. После выполнения каждой команды. И сообщить ее жюри. Собственно, чтобы подготовиться, проверять ответы участников, членам жюри необходимо самим вычислить требуемые суммы. Ограничения. Давай ограничения вот здесь отдельно писать. Соответственно, число чисел n до 10 в 5. Да. Я потом объясню, что в целом это значит. Числа от минус 10 в 9 до 10 в 9. Вот я уже понял, что информатика отличается тем, что в них всегда какие-то границы такие есть. Да. Ага. Дальше нам даются команды, число команд до 10 в 5. Команды — это, собственно, вот эти две инструкции, которые мы можем делать. Да. Либо циклический сдвиг, либо замена. А x дано? 13 вот это вот. Вот. И смотри. В каждой из следующих q строк записана очередная команда. Либо нам говорят заменить, нам дают индекс и x. А. И мы заменяем, соответственно, число на item индекс и на x. Да. Либо нам говорят сдвинуть, и мы, соответственно, сдвигаем. Вот. То есть мы, как бы, эти операции не делаем сами, не хотим, а нам говорят их сделать, и мы выполняем. Вот. Собственно. А что надо? Надо после каждой операции, то есть мы применили эту или эту операцию, и нужно находить сумму чисел в массиве. Но она не меняется при циклическом сдвиге. Да. А при этом, ну ладно, соответственно, ну на сумму, на разность заменяется. Папа не может понять, что от него хотят. Да, вообще. Ну ладно, это не самая интеллектуальная задача, короче. Первое соображение понятно, что если мы циклически сдвинули массив, то сумма не изменится. Так. Второе соображение, что если мы заменили число item на x, то сумма изменится, соответственно, вычислиться item и прибавится x. Так. В чем может быть сложность? Сложности две. Первое. Когда мы сдвигаем массив, у нас, естественно, вот это аито меняется. Но. И нам нужно быстро узнавать. Давай так. Сложность какая? Когда мы сдвигаем массив, за сколько это происходит операций? Попробуй понять. Сдвиг массива? Да. То есть если длина массива n, асимптотика, за сколько он сдвигается. А, ну то есть, сейчас, ну подожди, но утверждение, что все равно нужно в каждую клетку что-то снова написать, это значит за n минимум или это неправильно, да? То есть мы сдвигаем массив, мы просто в каждую клетку записываем новые значения. Ну да. Ну в частности, мы по нему заходим, мы сдвигаем. То есть это требует o от n операции. Очевидно, да, вроде бы да. Так. И при этом у нас q вот таких запросов может быть. То есть сколько тратит наше решение? Он тратит o от n q максимум операций. Так. Это плохо, это много. Давай я сразу поясню. Короче, предполагается, что скорость плюсов порядка 10 в 8 операций в секунду. То есть условно плюсы могут пополнять, ну я использую вот такую оценку, 2 на 10 в 8 операций. А плюсы это 7 плюс-плюс, что ли? Да, в секунду. Ага. И в чем специфика задач по программированию? Нужно чтобы твое решение зашло вот в это, вот в это ограничение умноженное количество секунд. Так. Примерно. Это все примерно. Они могут достигать 10 в 9, если операции легкие, так сказать, плюс, например. Ну да, хорошо. Могут быть меньше, но в целом примерно так. Так. И, соответственно, когда мы придумали решение, нужно оценить, за сколько она работает. Сейчас, если ты видишь… Да. Ну, ограничение по времени обычно, ну, можно считать секунды. Секунды, 2 секунды, что-то такое. Ну да, хорошо. Здесь, как мы видим, оно тратит 10 в 10 операции. Угу. То есть не заходит. Не заходит. Вот. Нам нужно решение быстрее. А решение нужно все время выдавать сумму, да? Да. Все время выдавать сумму. Да. И в частности… Ну, казалось бы, нам не нужно ничего делать, когда идет вот этот вот сдвиг-то, да? Да. Но смотри, в чем проблема. Но мы теряем… Когда идет сдвиг, мы не знаем, где находятся аиты. Да. Да. Сейчас. Да. То есть надо что-то… Нет, это, конечно, надо как-то быть в контексте. Я… Да, это надо… Короче… Ладно, давай так. И, короче, решение сразу скажу. Потому что задача… Ну, типа, это очень легкая задача, но нужно понять… На мой взгляд, даже нет формулировки никакой. То есть нет требования, да. В целом. Короче, смотри. Циклический сдвиг на К вправо. Заметим, что циклический сдвиг на К вправо – это то же самое, что если мы зафиксируем начало массива. Допустим, у нас начало массива тут. Да. Тогда мы можем сдвинуть это начало на К влево. Ну да. Мы скажем, что начало теперь здесь. Да. Так. И каждый раз, когда мы сдвигаем, будем сдвигать его вот сюда. Соответственно, когда у нас дано начало… Да. Мы можем вычислить ИТ индекс. Это, собственно, начало плюс И. Да. Ну… А это мы и запоминаем. Да. А это мы можем пройти, потому что массив у нас в памяти сохранен. Ага. И теперь понимаем, что у нас вот эта операция уже работает за от одного. Ну, просто начало. И все… Начало, да? Да. И мы все решили. Да, прикольно. Так. Ну, ладно. Допустим, да. Ну, ладно. Это была, типа, очень интеллектуальная задача, просто чтобы войти в контекст. Это так. Это мы тебе поразмялись. Да. Так. И там, как всегда, какие-то подпункты по тому, за сколько времени ты ее решил, да? Или нет? Тут есть частичные ограничения, так называемые. Это, например, тут есть подгруппа, где n до 1000. И тут мы можем просто в тупую делать. Ну, да, да, да. Потому что 10… Тысяча на 10,5 – это как раз 10,8 условно. Например. Так. Вот. Ага. Давай так. Наверное, все не надо разбирать. Ну, да, давай. Какие… Да, я не знаю, какие вот… С другой стороны, я не знаю, какие разбирать надо. Приглянулись. Какие… Приглянулись. Я бы не сказал, что какая-то задача мне приглянулась. Не очень, да, красивые? Это регион. Это регион. Отличная история. Регион. Там были настолько плохие тесты, что у некоторых челиков заходил квадрат на питоне в дэшке. Да и это самая сложная задача, я их не решил обе. Ага. Но вот у кого-то заходил квадрат… А что такое квадрат? Это решение за n квадрат. А. n до 10,5. И это еще на питоне, который делает не 2 на 10,8, а 2 на 10,6. Ага. Ну, короче, тесты плохие, но регион всем в целом не очень важно. Они на все раз готовят. Ага. Так, задача… Давай это разберем. Прыгающий робот. Прыгающий робот. О! Рыгающий робот. Да. Компания… Простите, простите. Компания Flatland Dynamics разрабатывает прыгающего робота. Для испытания робота используется полигон, на котором организован круговой маршрут из N специальных платформ. Так. Платформа… Они, соответственно, пронумерованы от одного D. В смысле, платформа… Один, два… Это где он может стоять? Да. Да. И так далее. Зациклены. И мы знаем расстояние между платформами. Я, наверное, не буду читать условия. Да. Все одинаковое, да? Значит, мы знаем, что вот, например, между Итой и плюс первой платформой расстояние до Итая. А, они еще разные. Они все разные, да. Они все разные. Ну, в частности, между последней и первой и ДНТ. Ага. Значит, робот оснащен искусственным интеллектом и в процессе испытания учится прыгать все дальше. В любой момент времени робот характеризуется своей ловкостью, целым числом А. А – это ловкость робота. Так. Которая меняется, да? Да. И, ну, короче, каждый раз, когда А, когда робот прыгает на следующую платформу, к А прибавляется единица. А. Нет, вот этот параметр как раз и увеличивается, да? А-а-а. Собственно, робот может перепрыгнуть на следующую платформу, если А больше, чем ДИТ. Это уже логично, да. Если перепрыгнул, если да, то… То А… А теперь плюс один ловко. А если нет, то А минус один. И остается такой же. Вот. Если нет, то мы пока ничего не говорим. Ага. Так. Короче, разработчики выбирают какую-то стартовую платформу. Да. И параметр ловкости. И им нужно, чтобы робот обошел все по кругу и вернулся назад. Ага. И спрашивается, если мы можем сами выбрать платформу, какое минимальное число, какой минимальный параметр ловкости по всем платформам мы можем выбрать, чтобы мы могли обойти по кругу и вернуться назад. Так. Ну, по крайней мере, оно никак не меньше, чем минимум из всех ДИТ. Да. Логично. Вот. Но я сразу скажу, общую формулу мы сразу не напишем, потому что у нас тут какие-то ДИТ есть. Да. Ну, ограничения все до 10 в пятой, короче. То есть нам нужно решать за O от N. За O от N. Там даже, на самом деле, там необычное ограничение N до 10 в седьмой. То есть можно немножко дольше, чем O от N. Логарифм… Как раз это сделано для того, чтобы N лог N не заходило скорее. Я не знаю, заходило ли оно в итоге или нет, но предлагается решение за O от N чистое. Так. Так. Так, 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 так. Давай я сразу тебе дам, ну, как бы нужно понять какую-то специфику, что делать. Давай попробуем посмотреть на какую-то платформу, на которую мы встали. То есть мы переберем платформу, с которой мы начинаем. Динамическое программирование. Ну… Мы хотим понять… Вот у нас есть на множестве пар номер платформы и ловкость. Есть некоторые, как бы мы умеем… Очень. Смотри, у тебя вот эти числа, они до 10 в девятый. Это я не написал, но, короче, если ничего не написано, то числа до 10 в девятый. Тогда это плохо, да? Да, 10 в девятый. Но… Смотри, вот таких пар у тебя 10 в девятый на 10 в пятый. 10 в четырнадцать. Да. Моговато, сэр. Давай сначала попробуем решить за квадрат. Вот, допустим, ты перебрал платформу. Да. Сейчас ты стоишь вот в этой платформе. Ну да. Что должно выполняться, чтобы ты мог пройти по кругу? Чтобы… Чтобы… А было больше… Ди… Больше… Да. Больше равно… Ди… А… Значит, потом… А плюс один больше равно… Ди плюс один… Да. И так далее. Да. Отлично. Значит, папа говорит, что нужно, чтобы было выполнено что? Ну, вот это было бы выполнено. Да. Давайте переформулируем условие. Заметим, что это эквивалент тому, что выполнена вот такая штука. Ди плюс первая минус один. Да, да. Ну, конечно. Ди плюс первая минус два. Да. И так далее. Безусловно. 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 Значит, вы его… Труп в зеленом чемодане? Значит, вы его… Безусловно. 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 Так. Да. Безусловно. Ну, и очевидно, что если мы возьмем минимум из этих вот просто всех вот этих значений, то такое нам подойдет? Да. А больше и не подойдут. Не подойдет. Не перепрыгнет. Если где-то далеко будет пропасть, нам все равно нужно заложить на нее… Ну, да. Угу. Вот. Это мы научились делать за… Получается, сколько? За вот N квадрат. Потому что мы перебираем… Ну, да. Вот эту вершину. Перебираем все вот эти значения и еще минимум. Да. Ну, явно можно сокращать. Да. То есть, как бы от пропасти надо отходить. Надо… Это я сотру. Как-то надо узнать, где самый большой вот этот вот… Ну, может быть, самый большой разрыв, да, там… Да. А теперь нам нужно как-то сделать за вот N. Да. Давайте применим такой трюк. Ставьте на паузу. Ну, тоже задача несложная. Давай. Значит, пусть мы знаем ответ для A и плюс первого. Так. Ага. Мы знаем, что минимум по всем этим значениям в кругу он равен X. Мы это как-то насчитаем. Ну, да. Теперь мы хотим перейти в A и T. Да. Заметим, что ответ для A и T – это минимум из A и T и X-1. Так? Вот так. Потому что смотри, у нас ко всем вот этим значениям прибавило значение ловкости плюс 1. То есть мы перепрыгнули отсюда сюда, значит у нас… Да. Да. Мы перепрыгнули предыдущий раз. Значит, ловкости все выехали. Да. На единицу как бы увеличились. Но нам нужно перепрыгнуть. Поэтому берем X-1. Ну и, соответственно, нам туда нужно… Да. Нужно перепрыгнуть, значит минимум. Да. И этот, соответственно, третит от одного. Ну, все. Давайте пойдем с конца и будем поддерживать вот этот минимум. Вот так его пересчитывать. Ага. То есть возьмем просто любую, на самом деле, абсолютно. Ну, это не совсем еще до конца, правда? Зафигачим минимум. Мануальный X. Потом пойдем от нее вперед и будем пересчитывать каждый раз. И в конце концов где-то будет… И давайте запишем наш массив два раза подряд. То есть мы запишем платформу 1, 2 и так далее, n. А потом снова 1, 2 и так далее, n. Ну да. Чтобы здесь перепрыгнуть. Вот здесь, ну, просто сначала сделаем минимум равный бесконечности. Ну да. Будем идти вот так и вот это значение насчитывать. Когда мы дошли вот сюда… Да. Заметим, что вот мы уже, если мы будем стоять на этой платформе и возьмем вот этот минимум равный насчитанному, то у нас мы уже перепрыгнем. А с меньшим, а с большим мы не перепрыгнем. Значит, мы можем обновить ответ. Ну, у нас есть также текущий ответ. Мы реально нашли на этого, да. А потом мы уже еще раз прошли. У нас есть уже текущий ответ. Мы не знаем, с чего начинать, да. Сначала он бесконечный тоже. Мы обновляем ответ этим значением. Ну, динамическое программирование в чистом виде, да. Да. Да, в целом. То есть, как сказать, с параметром, с параметром нам нужно… Субъектные минимумы, по сути. Отлично. Я чувствовал, что, знаешь, это же похоже на этого, на задачу про бензин на колонке, знаешь, да? Ну, какой из? По кругу, значит, бензин на колонке с разным количеством бензина. Так. И нужно доказать, что если в баке больше бензина, чем в сумме во всех бензоколонках, то есть, то можно указать точку стартуя, с которой машина сможет объехать круг. Знаешь такая задача детская? У тебя круг и некоторое количество бензоколонок совершенно хаотично. То есть, у тебя вот тут везде по нулю. Да. А тут один. Ну, да. У тебя в баке… Нет, у тебя в баке один же, правильно? Ну, вот ты начинаешь с этой точки, заправляешься и объезжаешь. То есть, ты должен сам указать на точку. Какое условие? Условие такое. У тебя есть вот наборы бензинов какие-то, да? В каких-то точках круга. И… Как бензин расходуется? Подожди. Блин, я что-то какой-то бред несу. Он сейчас не расходуется от себя просто. Скажи так. Что там было? Машина на этом. Машина с суперпроводимостью. Да. Нет, она должна расходовать его. Она… Ааа… Сейчас. Сейчас. Да блин. Сейчас в каждом… Я забыл задачу. Короче, забыл. Там что-то такое. В каждом месте бензина хватит, чтобы доехать до… До следующего. До следующего. Ага, да. Вот, по-моему, как. Да. Доказать, что можно найти место, с которого он стартанет… Ну, хорошо. И доедет до конца. Мы можем сразу с любого места. Потому что, смотри, мы находимся ближе, чем вот этот бензохолокон. У нас больше бензина, чем в ней. Значит, мы доедем. Ты не так сформулировал. Я… Я не могу понять, что я неправильно… Я что-то неправильно сформулировал. Лидическое отступление номер два. Ладно, что-то какой-то ужас. Да. Я помню задачу примерно такую, но полную формулировку не могу вспомнить. Я знаю, что… Шень! Если Шень будет нас смотреть, он в комментарии напишет. Потому что он мне дал эту задачу 100 тысяч лет назад. С открытой длинного тура… С открытой длинного тура была похожа чем-то на твою… Чего-то такое… Чуть-чуть. Ну, это листочки. Ваши же листочки. Это… Листочки из… Дед и мопед, кто помнит. Из Шашкова, да? Вот этого самого там… Это как называется… Форум. Вот… Ладно, я не помню. Ну, короче, это… Ты был в седьмом классе тогда? Третье вообще не интеллектуальное. Там, короче, нужно просто написать то, что сделал… То, что дано надо написать. Это не очень тривиально, как делать. Это… Геометрия. Короче, дано… Геометрия. 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 Значит, ну, тут, короче, дано просто N треугольников. Ага. Треугольник. И это можно делать за N в четвертый. То есть можно просто перебирать все такие четверки и проверять, что из них может составить треугольник. А, то суть в том, чтобы проверить, что из четырех треугольников… Да, можно составить… Треугольник. О-о-о-о. Ну, как бы мы перебираем просто каждую четверку, проверяем, что у нас стороны совпали. Вот эти. Да, какие-то где-то совпали. Там… Если по реализации говорить, то мы, допустим, каждый треугольник учтем три раза и скажем, что его первая сторона соединена с вот этим центральным. Угу. Ну, короче, нам нужно просто перебрать, что вот эти три равны и что эти уголки дают в сумме 180 везде. Это, кстати, задача имеет прямое отношение к замощениям плоскости. Вот алгоритмы проверить, что данным пятиугольником можно замостить, копиями данного пятиугольника можно замостить плоскость. Что-то похожее там, углы… Углы можно из артангенса вычислить. Понятно. Ну, пропускаем, да? Ну, это… Геомона – это редчайший случай геометрии на информатике, да? Нет, ну, не то чтобы редчайший. К сожалению, для многих не редчайший. Очень многие не любят геометрии на информатике. Хотя я отношусь нормально. Ева, короче, Ева услышала утверждение, что на регионе не бывает геометрии и дала вот какую-то первую попавшуюся. Так, хорошо. Ева – это составительница. Четвертая задача, она сложная. О, которую ты не решил, да? Ну, я ее не решил на полный балл. Ну, точнее, я придумал решение, я его написал, но не успел его отдебагать. Закосить, да? Отдебагать – это значит, что у меня ошибка в программе, я не успел ее найти и исправить. А, блин, понятно, да. Ну, вот тут-то и не повезло, да, понятно. Ну, да, больше не повезло, что я затупил. Я почти, ну, я быстро придумал там в целом все стандартно. И у меня был один момент, который я не совсем так сделал. И у меня был затуп, как это делать. Хэши помнишь? Хэши – что такое? Это спойлеры идут. Хэши, хэш-функция… Я могу это заодно рассказать. Что-то было. Знаешь, что, расскажи. Да, ну, короче, это в любом случае единственная интеллектуальная задача этого дня. Хэш-функция, расскажи, да. Потому что я помню, когда я в Яндексе там немножко, как сказать, я там какое-то время в своей жизни работал в Яндексе. Я ездил с лекциями, которые назывались Яндекс.Лекция. Я смотрю. Но еще я пытался разобраться в хэшах, но уже не помню ничего. Особенно нечего разбираться. Ну ладно. Хэш-функция. Но это единственная интеллектуальная задача региона, и она сложная. Так что я думаю, в любом случае зрителям будет интересно порешать, кто более умный. Я помню, что хаш, хаш – это такой армянский бульон с жирной-жирной. Я помню, что я все время хэш-функцию называл хаш-функцией. Да. Потому что я в Армении как раз побывал в тот момент, незадолго до этого. И я все время ее хаш-функцией называл. Так. Значит, условия. Даны два массива длины N и M соответственно, A и B. Вот я их написал. Это я пишу просто примеры этих массивов. Ладно, я напишу нормально, в нормальном месте. Два массива. Короче, выбирается, выбирается длина… Это задача формулируется или что такое хэш-функция? Да, задача формулируется. Так, давай. Ага. Значит, выбирается… Рогировка. Сначала выбирается число K. Пусть мы выбрали число K. Так. Выбрали. Угу. Выбирается два подмассива A и B длины K. Подмассивы – это именно подотрезки. Под цикл нельзя? Нет, нельзя. Подряд идущие… Например, если A – это 4, 3, 3, 3, 1, то мы можем… и K равно, например, трем. Мы можем выбрать вот это, вот это и вот это. Так. Так. Отлично. Есть. И такое же выбирается в массиве B. Да. Допустим, массив B – это 4, 1, 5, 1, 3, 2. Ну, мы тоже выбрали. Да. Допустим, берется эти два массива, они одинаковой длины, и поэлементно суммируются. Допустим, вот, допустим, мы выбрали вот такие два массива. Сейчас. Как одинаковые длины? Они же разные. Берут вот эти два массива длины K. А, все-все-все-все. Выборки, да, берутся? Мы выбираем подотрезок длины K в первом и втором массиве. Допустим, мы выбрали эти два. Поэлементно их суммируем. Что у нас тут получится? Сейчас у нас получится, например, 5, 6, 5. Угу. Так. Да. Да. Так. Что делаем дальше? И, собственно, задача. Вот этот получившийся массив C, обозначиваем его за C, он должен оказаться палиндромом. Ооо, а это всегда возможно? Нет, не всегда понятно. Ага. Ну вот, если мы, например, возьмем вот здесь вот такой подотрезок, если мы возьмем вот такой подотрезок, то у нас получится массив 8, 4, что такое, опять получилось? Сейчас. Вот такой возьму. Вот такой отрезок. Получился массив 5. 8, 4. 8, 4. И он не палиндром. Палиндром – это значит, что вот так и вот так одинаково считается. Ну да. Отлично. А теперь задача найти максимальное такое K, что существует способ выбрать вот эти два подотрезка, чтобы получился палиндром. Оооо. То есть мы фиксируем число K, смотрим все возможные варианты пар вот этих вот подотрезков длины K, суммируем, находим массив C. Если он палиндром, мы говорим, что это K нам подходит. Ну да. Значит, ограничения. Ограничения. И он и M до 10 в 5, как обычно. Угу. Числа… ну тут очень странное ограничение, потому что числа до 100, но это… а, ну ладно, я знаю в чем это используется, но в целом это не важно. Так, так… Числа до 100. Все, да? Все. Так. То есть если я фигачу в лоб… Да. То у меня получается очень много, да, то есть N умножить на M – это проверка… а, нет, первый не надо проверить, это всегда подендром. Ну, это неважно. Допустим… Хорошо. Самое тупое решение, которое приходит в голову. Думайте, это сложная задача. Достаточно сложная. Ну такая, не очень. Ну самое тупое, берешь просто подряд и перебираешь. Перебираем… Перебираем K. Это дает нам вот… ну давай скажем, что N и M одинаковые по длине, потому что они максимально одинаковые могут быть. Так что скажем, что N равно M пока, что для симптомии… Ну, примерно, да. Значит, O от N мы перебираем K. Потом мы перебираем все возможные подотрески тут. Их, кстати, будет порядка N штук, так? Ну да, да, да. Их будет N минус K, но K в среднем… Да, да, да. Ну, N минус K в среднем будет O. Ну понятно, то же самое, да. И вот здесь их будет N, то есть мы перебираем все отрезки, получаем еще на N квадрат. Да, N в кубе. И каждый подотрезок нам нужно проверить, что это палиндром. Мы суммируем их за K. Да. Ну, K можно сказать, что N в среднем. Многовато. И получаем O от N в четвертом. Полная задница. Это набирало 0 баллов. Ну да, ну да, понятно, что здесь придумывать. Просто взял и полный перебор запустил. А нам нужно решение, которое работает быстрее, чем N квадрат. О. Хорошо. Значит, нам нужно, наверное… Ну, я не уверен, что ты техникой обладаешь. Слушай, они маленькие. Да. То есть можно держать в памяти все возможные разности, как бы… Ну, например, для двух я просто должен посмотреть, какие встречаются разности и запомнить это, да? Так. И как только здесь встретится разность, которая компенсирует… Понятно, да? То есть я как бы… Да. Ну, это быстро очень. Это 100. Ну, короче, неважно. Да. Я перебираю быстро некоторые разности. Ну, да. Нужно здесь, чтобы она компенсировала просто разности. Все. Сильно это экономит или нет, интересно? Ну, не думаю. Ну, не знаю. Давай так. Я не очень понял, что ты хочешь. Ну, смотри, вот они все маленькие, да? Ты еще маленькая, говорил Юра, когда бабушка делала ему замечание. Сейчас. Они все маленькие. Как бы за 100 шагов уже ясно, что либо они все до этого были одинаковые. Понимаешь, да? Ну… Либо уже очень много разности набрано. Да. Как тебе поможет набирание разностей? Допустим, ты ищешь полиндром длины K. Ну, если я уже… Все 100. Все 200 там разностей возможных, если они… Так. И? Ну, все. Я здесь беру любой и нахожу, где эта разность была. Это если длины 2 ищешь? Ну, да. Длины 2, допустим, да. Но если мы ищем полиндром длины, например, 100. Ну, да. То непонятно. Так. И что, если мы создадим несколько массивов, в которых мы просто будем суммировать… вот к этому прибавлять просто этот в сумме. Вот так. Это хорошая идея. Она уже какие-то баллы принесет, да? Да. Там была подгруппа, сразу скажу, когда в B все числа одинаковые. А. Заметим, что это то же самое, что мы ищем просто максимальный полиндром. Ну, конечно, да. Вот. Ну, найти максимальный полиндром можно за… ну, короче, тут уже идут или хэши, или монакер. Но, короче, это можно делать за OOTN, на самом деле. Угу. Можно искать максимальный полиндром за OOTN монакером, либо за OOTN logon хэшами. Что такое хэш и монакер? Ну, алгоритмы, короче. Алгоритмы. Так. Вот. Поэтому папа что говорит? Или он… возможно, он это не говорит, но… Ну, я взял более длинные из них. Да. Давайте возьмем и посмотрим на разницу между центрами. Да. Усть разница между центрами – t. Да. Давайте сразу перенесем вот этот алгоритм сюда, вот этот массив сюда и просуммируем. Да. Мы получим какой-то результирующий массив – c. Да. И в нем нам нужно найти уже максимальный полиндром. Понятно почему, да? Разница между центрами – t. А почему не будет вот когда я сдвину и просуммирую как-то лучше? В смысле? Ну, как бы… Если вот это, например, вместе с этим давай, значит, мы на самом деле сдвигаем их. Да. Так, ну я это и сделал. А. Смотри, я сдвинул вот этот массив сюда, просуммировал поэлементно. Да. А, и теперь при каждом t нашел, да? И теперь мне нужен найти максимальный полиндром тут. Да, и при каждом t нашел, да? Причем это работает? Ну, потому что, собственно, вот у нас тут какой-то полиндром был, вот тут какой-то. Да. Тогда вот мы их сразу, ну, как бы просуммировали, и вот тут у нас получился полиндром. Ага, ага, ага. Вот. Ну да, ну то есть в любом случае… И это решение работает за от NM на самом деле. Ага. И оно даже набирает… 16 баллов. Понятно. Оно набирает… нет, оно набирает 62 балла. А, ну то есть уже… Это столько же, сколько у меня по этой задаче. А-а-а-а. А можно еще ускорить, да? Да. Ну, сейчас обсудим решение на полный балл. Да, вот это уже интересно реально, как это ускорить тут. Примерно понятно. Если монакером, то 62. Если хэшами, то, я думаю, не зайдет, будет 46. Ай. А что за хэши все-таки? Да. Ну это я пока так. Да. Давайте заметим вот что. Пусть… пусть у нас подходит какое-то K. Давай искать отдельно полиндромы четной длины, отдельно нечетной. Их можно некоторым трюком схлопнуть в… ну как бы искать только… только нечетной, но это мы пока делать не будем. Угу. Будем искать отдельно полиндромы нечетной длины. Да. Да. Допустим, для K у нас существует ответ. Да. Вот он как-то выглядит вот так. Да. Давайте возьмем… и мы ищем ответ для M меньшего чем K, допустим. Так? Ну тоже нечетного. М? Ну хорошо, не M, а T. Сейчас, только большего. Короче… Нет, пока что мы хотим… А. Мы хотим сказать, что можно применять бинпоиск. Знаешь бинпоиск? Забыл. Хорошо. Ребята говорили, да, это слова? Я не помню. Короче, пусть тут длина K. Тогда заметим, что для всех длин меньше чем K у нас ответ есть. Автоматом… Потому что мы просто возьмем вот такие два крома… Ну как минимум, да. Как минимум такой. И ответ найдется… А, нет, не как минимум, а ровно такой. Да. Ровно такой длины. Значит, как устроен ответ? Сначала у нас идут единички, единички, единички. Это как бы… Короче, сначала у нас ответ все время есть, а потом ответа все время нет. Но это через два только. Да. Ну мы отдельно сделаем для четных и нечетных. Это как бы нам не важно. Хорошо. Значит, нам нужно запустить… Нам нужно найти как бы вот… Если я обозначаю, что единица, ответ есть, а 0 ответа нет. Нам нужно найти вот эту границу. Делаем это бинпоиском. Как мы это делаем? Делим массив пополам. Смотрим на центральный элемент. Так, да. Если тут стоит единичка, мы знаем, что у нас граница здесь. Да, да, да. Если 0, то мы знаем, что граница тут. А, подожди, бинарность. Да. А, то есть… А при фиксированном k ты делаешь это быстро? При фиксированном k мы умеем это делать… Ну, как ты помнишь, у нас умножалось 0 на что-то. Да. То есть… Так. И смотри, теперь мы можем перебирать не от nk, а всего от log nk. Да. Почему? Ну, потому что просто мы вот здесь каждый раз, когда делим… Мы вот здесь каждый раз делим массив пополам. Лог nk. Да. И, значит, за логарифм шагов его длина станет 1, и мы просто найдем нужный k. Ну, то есть, еще раз, у тебя есть массив из единиц. Да. И ноликов. Это мысленный массив. Мысленный, да, пока. Соответственно, это для каждого k есть или нет. Вот, мы смотрим центральный элемент, смотрим, куда мы переходим, да, и находим место, а место – это есть ответ. Да. Угу. Все, значит, наше решение, которое было за от n в 4, теперь работает за от n в кубе на log n. И это, если я не ошибаюсь, уже может набирать 13 баллов. Так. Да, это набирает 13 баллов. Ну, это пока, в общем, далеко от того, что мы уже умеем. Вот. А теперь мы хотим уметь быстро искать ответ, префиксируем k. Ага. Да, теперь мы хотим… Сделаем следующее ему заключение. Пусть… пусть. Да. Давайте насчитаем просто все массивы, все подотрезки длины k в массиве a. Да. И сохраним их куда-то. Вот мы сохранили все подотрезки длины k, мы их куда-то делим. И то же самое сделаем в массиве b. А сколько памяти у нас есть, да? Ну, мы пока просто… мы пока… мы пока придумываем идею, которую мы будем оптимизировать. Да, задача на построение. Да, предположим, что мы смогли построить. Так. Да. Вот. Значит, мы отдельно сделали для a и отдельно для b. Значит, это у нас пока что занимает условно o от n квадрат. Потому что здесь мы сделали… ну, ладно. Давай не будем считать, сколько это занимает. Да, хорошо. Угу. Сделали. Отдельно сделали тут, отдельно тут. Так. А теперь давай посмотрим, что значит, что массив палиндром. Выпишем какой-нибудь палиндром. Не массива шума, да? 7, 6, 8, 1, 8, 6, 7. Да. Понятно, что если массив палиндром, то он считается вот так и вот так одинаково. Ну, это и есть палиндром, да. Давай сделаем следующее заключение. Выпишем разности между элементом и следующим элементом. Да. Тут будет минус один. Да. Тут два. Два. Минус семь. Минус семь. Семь. Минус два, один. Минус два, один. Да. И очевидно, что это то же самое. Скажите, что разности… И замечаем, что вот такие разности в сумме должны давать все ноль. Ох ты. Значит, почему? Ну, давайте просто нарисуем как бы точками элементы этого палиндрома. Ну, это очевидно. Вот они симметричны относительно вот этой штуки. Значит, вот эти разницы, они должны быть симметричны. Сказать, что это палиндром, это то же самое, что сказать, что последовательность разности является кососимметричной. Да. А если вот эта последовательность как бы кососимметрична получается, то это значит, что если у нас палиндром длины k, нам нужно, чтобы ak плюс a первое равно нулю, это вот эти два элемента. Да. И так далее. Ак минус первое плюс a второе равно нулю? Да. Ну и так далее. Да. Отлично. Давайте считать для вот этого массива… Давайте для вот этого массива сохранять не его самого, а массив, который является числами, собственно, вот этими числами. Ну да, ну да. Они могут быть не нулями пока что. Да. Потому что у нас пока массив не палиндром. Да. Вот. Мы сохранили вот эти числа. А теперь заметим, что если мы сохранили их… Вот. Давай перебирать число, которое мы взяли. То есть это значит, что мы взяли сейчас подотрезок вот такой. Да. Заметим, что чтобы число было палиндромом, в b подотрезок должен быть… Если тут числа… Противоположные. Да. b1, b2 и так далее. bk. Условно. Да. Сколько там? Бк попала на самом деле, но неважно. То в массиве b это должны быть вот такие числа. Потому что в сумме они все должны дать между собой нули. Чтобы массив стал палиндромом. Так? Да. Хорошо. Правильно. Ну, просто давайте для массива b все эти штуки сделаем отрицательными. Ну, как бы… Ну, ну. Сделаем отрицательными. И тогда мы ищем в массиве b ровно вот такой массив. Ну да. Среди всех массивов вот этого. Ну да. Отлично. Ну а теперь, например, засунем их… Ну, например… Ну, короче, нам нужно просто найти пару одинаковых массивов. Да. Вот тут и тут. Да. Ну, это можно делать быстро. Ну, например, можно все засунуть в один, отсортировать. Тогда все одинаковые массивы будут подряд, и мы просто для каждого из них сохраним он из a или из b. Ну, и выделим вот такие подотрезки одинаковых массивов. Если есть и из a, и из b, то мы победили. Это не очень много действий. Давай посчитаем, сколько у нас сейчас тратится действий. Мы отдельно для a… Посчитаем, сколько мы для a тратим. Мы тратим k. Если мы зафиксировали k, мы тратим k умножить на n. Так. Это количество массивов. Ну, на самом деле тут n-k, но… Ну, неважно. Неважно, да. И умножить на сортировку. То есть, условно, вот столько действий. А вот что за сортировка? Что это за сортировка? Смотри, нам нужно найти два одинаковых массива здесь и здесь. Да. Пару одинаковых массивов. Давай возьмем, засунем все эти массивы в один список длинный. И отсортируем этот список. По каким-то признакам, да? Ну, введем как бы оператор меньше на массивы. Лексикографический, да? Отсортируем массивы лексикографические. Ага. Теперь у нас все массивы одинаковые идут подряд. Да. Выделим все эти подотрезки за быстро. И мы помним, откуда пришел каждый из массивов. Ага. Теперь, если у нас есть подотрезок с одинаковых массивами, где есть и массивы из а, и массивы из b, то мы победили. Слушай, прикольно, да. Вот. Да. Отлично. Ну, сейчас это занимает вот столько. Еще умножить на log n от нашей штуки. Да. Ну, это уже немного, да? Пока что это много. Пока что это n квадрат на log квадрат. Угу. Потому что k может быть порядка n. Так. И вот теперь в дело вступают хэши. Сейчас, кажется, сейчас придется прочитать небольшую лекцию по хэшам. Катарсис. Но это полезно, я считаю. Катарсис. Нет. По-моему, катарсис. Катарсис. Марина обнаружила, что катарсис по правилам русского языка. Нормально. Катарсис. Так. Ну что, лекция по хэшам. Лекция по хэшам. Давайте, пусть у нас есть массив a. Я буду рассказывать не совсем как обычные, а чтобы было удобнее. Есть массив a. Вот такой. Давайте определим его хэш. Хэш – это число. Ну, s. Да. Давайте определим его как просто многочин. 1. То есть, a1 умножить на p в степени n-1, плюс a2 на p в степени n-2. Да. Так далее. Плюс a1. Да. Вот. Это его хэш по определению. Где p – это какое-то простое число. p – большое… Ну, типа 101. ПРостое число. Плюс их всех. Ну, обычно берутся числа порядка 10 в девятый. В данном случае у нас ашки-то все до ста. Это не важно. Сразу скажу, это алгоритм вероятностный, но он работает с вероятностью 1 делить на 10 в 5 и можно сделать, чтобы он работал 1 делить на 10 в 14. В смысле 1 минус 1 на 10 в 14, но работал с вероятностью. Ну да, хороший алгоритм, иначе будет. Вот это нам плохо, потому что p в степени n может быть очень большим числом. Поэтому возьмем это все по модулю q. А, ну я немножко перепутал, ну короче, вот этот значок это по модулю q. q тоже большое простое число. Важнее, чтобы q было большим простым числом, на самом деле. А, p может быть и 101. p может быть не очень большим, но оно должно быть больше, чем… Ну, это все нужно для того, чтобы доказывать, что это хорошо работает. То, что они большие. Поэтому я беру просто их обоих большими числами. Так, хорошо. Ну, другое большое число, понятно. Если оно такое же, то это будет просто enter. А теперь утверждается что? Во-первых, если строки… Если массивы одинаковые, то вот эти числа одинаковые. Несомненно. Очевидно. И вот что утверждается. Утверждается, что этот хэш, он довольно случайный. Что он примерно случайная величина. Потому что мы тут как бы что-то возводим степень какого-то большого простого числа, домножаем… Теорима перемешивания… А что значит, что он случайный? Это значит, что если мы возьмем два рандомных массива и сравним их хэши, то если массивы не совпадают, то хэши скорее всего тоже не совпадают. А помнишь, что у нас было в задаче? В задаче… Да. Мы проверяли, правда ли? Мы пытались найти две пары одинаковых массивов. Ну да, с плюс-минус точкой… Хорошо. Давайте сделаем так. Насчитаем хэши. Да. Хэши всех этих массивов ва и ва. Да. Если вдруг совпадут, проверяем не по этой или причине. И теперь мы хотим проверять, что два хэша совпали. Делаем все то же самое. Но у нас вот этот хэш – это одно число. Да. Поэтому он тратит не O от K действий, а ровно O от 1. И мы получаем решение… А все эти арифметические действия… За O от M на log квадрат. Да. Все арифметические действия считаются за быстро. Тут нужна некоторая оговорка. Нам нужно… Нужна некоторая оговорка. Нам нужно уметь быстро насчитывать хэш массива. То есть очевидно, что хэш массива мы можем насчитать за его длину. Но тогда у нас не получится никакой… никакого выигрыша. Да. Ну да. Вот я хотел спросить. А нам, если мы научимся насчитывать хэш вот этого массива… Да. Ва, например, за O от 1, то все мы насчитали для всех хэши за просто O от N. И потом мы их отсортили. Ну, получаем вот такое решение. Оно вроде бы заходит. Ну, хорошо. Вот это все я быстро придумал. Это очень стандартно. Так. И тут меня немножко переклинило. Короче, я хотел пересчитывать массив хэш, когда я сдвигаю массив на 1. То есть, допустим, я насчитал хэш. Ну, вот у нас есть массив A. По сути, при сдвиге на 1 ты домножаешь оставшуюся часть на P. Да. Да. Если мы сдвигаем число на 1, то мы домножаем на P и сдвигаем на 1. Ну, и там удаляем первый элемент. В принципе, да. Да. В чем проблема? Мы считаем не хэши самих подмассивов A. А мы считаем… Сейчас напишу хэши чего мы считаем. Мы считаем хэш вот таких подмассивов. Помнишь? Да. Верняк. Да. Который еще надо вычислять, да? Здесь A минус 1 плюс. А второе. И так далее. Да. А. И когда мы сдвигаем вот это на единицу, вот эти-то чисто сдвигаются, а вот эти не сдвигаются. И наоборот в другую сторону сдвигаются. Да, да, да. Вот. На этом можно пересчитать, но это не так красиво. Ага. Мы сделаем по-другому. Насчитаем хэш всей строки. То есть насчитаем хэш… Да. Да, понятно. Вот. Вот это сделаем. Вот. Вот он. Насчитаем хэш даже не вот… Не вот этих значений насчитаем хэш, а насчитаем просто хэш A. Да, ну вот он. Ну, по определению. Так. Отлично. Теперь смотри, как можно делать. У хэша можно за от единицы узнавать хэш под отрезком массива. Как мы это делаем? Мы… А, ну не совсем так. Пока мы насчитываем этот хэш, мы сохраняем все префиксные значения этого хэша. А, это можно, да? То есть смотри. Да, памяти у нас хватает. Мы насчитываем все вот такие значения хэшей. Ну да. И пересчитать… Как пересчитать? Как добавить символ? Ну, мы просто домножаем на P и прибавляем символ. Вот. Ну и берем по модулю Q. Так. Отлично. Это мы все насчитали. Теперь, чтобы узнать хэш вот этого под отрезка, мы берем хэш вот такого префикса, он у нас насчитан. Да. Вычитаем хэш такого префикса… Хэш это то, да. И делим на P в степени вот этого вот длина. Соответственно, да. Как делить по модулю… Ну, очередно. Ну да, надо возвести в степень модуль минус 2. Да, да, да. Вам мало теоремии фирма. Это делается быстро. Конечно, да. Это можно даже насчитать. Отлично. Вот. Отлично. Мы умеем брать хэш под отрезком. Так. А теперь пусть… Давайте зафиксируем не начало, а центр. Так. То есть пусть мы хотим посчитать хэш под отрезком A, у которого центр здесь. Угу. Ну, хорошо. Ну, мы это делаем… Ладно, мы это делаем не на самом массиве, а на массиве разностей. Да. Тут я немножко запутался. Ну, нам же интересно… Вот эти числа – это разности, помнишь? Да, это разности были, да. Да, 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 да. Да, но разности мы… Ну, как бы мы сначала пойдем по массиву и насчитаем разницу между соседними. Да, это… Запишем их в массив, потом сделаем просто… Ну, да, 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 да. Отлично. Теперь… Давайте отдельно насчитаем хэш вот этой части… Да. И отдельно вот этой. Но у вот этой части мы насчитаем прямой хэш, он получится чему равен? Он получится A1 на P в степени… Сколько это там? Минус 1, да, плюс так далее. Ну, K пополам минус 1, ну, что-то такое… Ага. Ага. Короче, M. Так. А для этого и полиндрамический, да, то есть… Тут A пополам на P в степени T минус 1. Да, 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 да. И так далее. А для этого все наоборот. Мы насчитаем хэш обратный. Да, понятно, понятно. И у нас получится что? 1 плюс… У нас получится AK в степени P в степени T. Точно, точно, точно. Плюс AK минус 1. Да. А теперь, когда мы просуммировали эти два хэша, просто просуммировали значение этих двух хэшей числовые, мы получили хэш вот этого подотрезка. Класс. Вот эти подотрезки мы можем узнавать, насчитав просто хэш вот этот, как я и рассказал. Понял? Ну, примерно. Ну, не до конца, но примерно понял. Примерно. Да, то есть идея в чем? Нам нужно находить два одинаковых, для этого мы насчитываем хэш. С хэшом вот это все работает. Палиндрамический хэш. Считаем палиндрамический хэш, да? То есть половину сюда и половину сюда. Ну, прикольно. И это будет уже во время, да, вложено? И это работает за… Офигеть. Лог квадрат. Клево. И у людей заходило. Офигеть. Круто. Ну, человек 20, да, решила по региону? Нет, там… Ну, она не сложная, на самом деле. То есть все эти идеи, они стандартные. И с хэшом вообще все известно. Сколько вообще людей пишет регион? Ну… Больше 500, меньше 1000, мне кажется так. Что-то такое. Это по России. Что я не сказал? А, давай сделаем трюк. Мы не хотим делать отдельно по нечетным длинным и по четным длинным. Ага. Как это можно объединить в один бинпоиск? Давайте возьмем наш массив A и запишем его вот в таком виде. Ух ты. То есть вставим между любыми двумя элементами минус единицу. Минус единицы мы предлагаем, что их тут нету. Так. Теперь заметим, что если у нас был палиндром четной длины, то между ними вставилась вот эта минус единица. Шикарно. И он стал длинной нечетной. Да, так он и так остался. А если он был нечетной, то он тоже стал длинной нечетной. Шикардос. Просто шикардос. И новых палиндромов не появилось. Нет, круто. Вот это очень круто. Это просто супер. Да. Вот. И все. В целом я вроде бы примерно все рассказал. Круто. Это первый день. Это просто супер. Наверное, придется их распилить на два, потому что это было довольно долго. Ну да. Но если мы распилим их на два, то на всякий случай скажем всем. Маткульт, привет. Да. Второй день. Я, кстати, хочу рассказать вот что. Второй день. Но он был лучше, наверное. Сейчас вот мы разберем второй день. А я хочу, чтобы... Я хочу провести социологическое исследование наших 200 тысяч подписчиков. Да. Итак, сколько... Я хочу понять, сколько из решивших все... Из полностью закрывших все, да? Да. Человек десяти. Является нашими подписчиками. Итак, кто на регионе решил? Только нужно будет, чтобы по-честному, да? Отметьтесь, кто получил 800 из 200 на этом регионе. Смотри, здесь по России, скорее всего, они не смотрят математический канал. Ну, кто знает, кто знает. Ну, то есть наверняка один-два будет. Ну, посмотрим. Вот интересный эксперимент, да. А ты? А, ну... Рассказывай. А, нет. Что было во второй день? Там отметится куча... Ладно, не важно. Да, могут отметиться те, кто на самом деле не являются, да? Понятно. Ну, посмотрим. Второй день пошел. Да. Задача А. Она была, короче, во второй день. Я решил сначала Б на полный балл. А, вот, вы отметьтесь и фамилию свою скажите с именем. Ну, это... Обычно все равно не сработает, но не важно. Так. Ну, хотя... Ну, ладно, не важно. Сначала я решил, короче, во второй день Б на полный балл. Так. Потом решил С на полный балл. И только потом решил А на полный балл. Нифига себе, вот и А. Вот и А. И А. Там, короче, надо расписать формулы. Да. А Б и С, они более... Более идейные, но более, ну, как бы у меня... Давай. С какой начнешь тогда? Ну, я начну Са. Са. Поехали. Новый год в детском саду. Са. Пожар в унитазе. Что? Есть такая история про пожар в унитазе, знаешь? Давай. Небольшая перебивочка. Как и в прошлом ролике. Рассказывают, что это было в МГУ очень давно, когда мой папа учился. Но это рассказывают... Вот честно, я не знаю, на самом деле было это или нет. Потому что это вот история такая вот. Короче, мужик зашел в туалет и почему-то в процессе, значит, своих дел он вдруг задел плечом огнетушитель. Угу. И он стал фигачить изо всех сил. Думаю, что, блин, кошмар. Там пьяная эта вся. Он его раз в унитаз и пытается как-то выключить, но ничего не выходит. Кричит. Помогите! 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 Мимо проходил сотрудник, там, ну какой-то то ли охраны, то ли ремонтник. Он вскочил быстро, значит, влетел в сортир, мгновенно оценил ситуацию, взял второй огнетушитель, сорвал от зала предохранителей, тот же унитаз спустил, чтобы затушить пожар в унитазе. Ха-ха-ха. Вот. Да, вот так. Детский садик, тормозок. Да. Итак. В детском саду готовится к Новому году. Так. И воспитательница Ирина Владимировна Хлопушкина… Угу. 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 Не, я не знаю кто, ну не знаю на кого аллюзия. Намекают, да? Решила организовать детей, чтобы они подготовили украшения и отправили их с Санти Клауса для украшения своих оленей. Ага. Дети с интересом восприняли идею и вырезали из бумаги А звездочек и Б снежинок. Ёкарный бабай. Теперь они планируют отправить их Санти Клаусу по почте. Клаусу Швабу. Им так понравились вырезанные ими украшения, что они, возможно, решат оставить себе часть. Ага. Хе-хе-хе. Сразу. Таааак. Таким образом, дети могут отправить Санти Х звездочек и Y снежинок. Соответственно, что выполняется вот это требование. А звездочек и Б снежинок сделал каждый ребенок, да? Нет. Всего сделали. А. Всего у нас есть. А звездочек и Б снежинок. Некоторые свои дослали, а некоторые спрятали в карман. Да. И, может, чужие еще спрятали. А. Чужие тоже могли спрятать, да? Могли, конечно. Так. Чтобы Санты не расстроился, дети должны отправить ему хотя бы одно украшение. О, теория игр начинается, да? Задача координации. Ну, нет. XY больше нуля. Так. Все-таки своровать можно все, но не все. Почти все, но не все. Чтобы все олени выглядели красиво, на каждом должно оказаться одинаковое количество украшений, но не звездочек или снежинок. Так. Известно, что у Санты N оленей. Мммм. Поэтому, если будут отправлены X звездочек и снежинок, то, очевидно… Короче, очевидно, X плюс Y делится на N. Ну, это если так получилось, да, может быть? Должно быть так. То есть, они должны отправить вот такие числа XY. Так. А я на ней знаю, да? Воспитательница заинтересовалась, а сколько всего различных способов составить посылку с Антиклаусом? Способы считаются различными, если в них отличается количество звездочек или количество снежинок. Ну, короче, надо найти количество пар XY, что выполняются вот такие условия. А N фиксировано, дано? Да. И, собственно… N дано. Дано. Ноль меньше либо равно, чем A. B. N. Меньше либо равно, чем 10 в девятый. Так… Ну… Так… 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 Хорошо, 4 меньше либо равно, чем N. Хорошо. Если хотите. Ага… Так… Значит… А, еще… Делимость, да? Ага… Так как детских садов много, количество тестов… То есть количество… Короче, программа запускается на T независимых тестовых наборах. То есть T раз нам нужно решать эту задачу. Детских садов у нас много, поэтому T до 10 в пятый. Угу. Вот нам нужно 10 в пятый раз решить эту задачу. 70 баллов набирается очевидно, ну а так дальше формулу надо писать. Ну, собственно… То есть нужно придумать, как посчитать быстро. Первое соображение очевидное. Давайте забьем на это условие. Очевидно, что если X плюс Y равно 0, это ровно один способ. Он всегда есть. Всегда есть. Он нам подходит. Подходит. Значит посчитаем количество всего таких пар без этого условия и в конце вычтем единицу. Ну да, ну это пожалуйста, да. Все, да. Только понятно. Ну как бы смотри, но он же… А, когда в какой-то момент мы упираемся в A, да? То есть поначалу это просто… Поначалу ты просто прибавляешь там N плюс 1, потом 2N плюс 1, потом 3N плюс 1. Нет. Ну то есть 0N, 1N минус 1 и так далее. Ну… У тебя может быть 2N, например. Количество чисел тоже делится. Ну… В смысле… Я имею в виду, что свои… Вот я просто пишу, что это равно N умножить на T. Перебираем T и все. Да. Перебираем T. Ну да. Ну да. Ну пока это все меньше A и B. Ну… Потом 2N плюс 1, да. Ну и так пока… Пока… Меньше A и B. Хорошо. Первая идея. Перебираем T. Ну да. Это, естественно, множитель. Ну как бы да. Первая… Для T. Отлично. Ну T у нас уже есть, но это неважно. Ага. Неважно. S. Если у нас, собственно, T… Да. Ну, собственно, если мы знаем, сколько подарков мы отправили, то мы можем понять, что… Ну, во-первых, мы первого отправили не больше, чем A. То есть… K меньше либо равно, чем A. Да. L меньше либо равно, чем B. Ну, естественно, K плюс L равно… Ну да. Ну, посчитай количество таких способов, мы как-нибудь управимся. Там какая-нибудь формула вылетит. Но, в чем проблема? Допустим, N, допустим, 4. Ну, очень много действий, да? Тогда мы тратим 10 в 9 на 4 действия. И еще 10 в 5 раз это запускаем. Да, что-то многовато. Вот. Хорошо. Давайте так сделаем. А, во всех детсадах A и B одинаковые или разные, подожди? Разные, конечно. А, ну да. Полностью независимые детские сады. Да, нет смысла нет. И даже Санты Клаусы независимые. Так, да. То есть там… Да, непонятно. Ну, сразу скажу, сразу начну решать. Значит, первый вариант. Допустим, мы отправили число снежинок X, пусть оно делится на N. То есть имеет остаток 0 по модуле N. Угу. Тогда очевидно. Y тоже делится на N. Конечно. Конечно. Дальше. Заметим. Давайте посчитаем. Для каждого остатка, сколько существует чисел от 0 до A, что таких чисел… что чисел с таким остатком по модулю N… сколько таких чисел с таким остатком по модуле N? В смысле… Короче, отметим числа от 0 до N. Это остатки. От 0 до A. Не включите. Нет, именно до N. Потому что нам нужно, чтобы было по модулю N 0. Значит, в частности, если мы взяли X вот здесь, то мы должны взять по модулю N здесь минус X. Ну да. Ну да. Вот. Давайте посмотрим на A по модулю N. Да. Вот. Это значок по модулю. Ну, короче, остаток A по модулю N. Да, да, да. И я утверждаю, что всех этих чисел будет, что чисел, у которых имеют вот такой остаток, будет вот столько, а чисел, которые имеют вот такой остаток, будет вот столько. Ну, в общем, очевидно, да. Ну, можете, короче, понять сами. Очевидно, да. Так. Отлично. В частности, если мы ищем вот тут 0, то мы знаем, сколько вот этих чисел, подходящих, сколько вот этих, перемножаем и получаем, что, ну, просто сколько там. А. Когда я пишу делить, короче, это просто всегда целая часть обозначает вниз. Программирование, если мы пишем делить для целых чисел, это целая часть. Вот. Значит, например, вот таких пар у нас вот столько будет. Так? Так. Отлично. Отлично. А теперь у нас есть несколько вариантов. Давай посмотрим на число. Перебираем число, которое мы взяли вот здесь. Допустим, оно находится вот тут. Перебираем остаток по модулю n, который мы взяли в качестве x. То есть перебираем, какой остаток x имеет по модулю n, так? Угу. Пусть он находится вот в этом отрезке. В левой, да, части. Отметим остаток b по модуле n также. Да. Он, если вот тут расстояние k, ну, k вроде не было. Если тут расстояние k, то вот тут должно быть расстояние n минус k. Ну, там может быть плюс-минус 1. Здесь может быть еще без единиц, да, но это неважно. Тут может быть и без единиц, да, что-то. А, нет, это для случая делимости на n. Да, если делится на n, то очевидно, что у нас это принадлежит вот сюда. Ровно так, да. Ага. Так. Значит, если мы имеем остаток вот здесь, то второй остаток должен быть здесь. Предположим, что он принадлежит вот этому отрезку. Да, тогда… А первый остаток принадлежит вот этому. Тогда мы точно знаем, что вот этих чисел у нас всегда будет b делить на n. Да, а этих а делить на n плюс 1. Этих а делить на n плюс 1. Да. Хорошо. И так для любого остатка, который… для любой пары остатков, который принадлежит этим обеим штукам. Ну, это количество – это, собственно, минимум. И мы еще, соответственно, умножаем на минимум из этого остатка. Мы можем либо тут воткнуться, либо вот тут. А по модуле n? А тут сколько там? n минус b по модуле n. Что-то такое. Что-то такое, да. Да, пока это просто математика. Пока это формула, да? Ну, я говорю. Там формула написать. То же самое смотрим, если мы вот здесь и вот здесь. Да. Вот. Ну, тут еще одна формула появится. Да. И остается один вариант, что мы в одном перепрыгнули, а в другом нет. Да. Ну, смотрим, в каком мы перепрыгнули и посчитываем таким же способом тут количество. Да, 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 да. То есть эта задача написать три формулы. Ну, да. Четыре формулы. Ну, а это… ну, как бы, блин. Ну, очень фигня, да? Вот ты видишь, как они выглядят. Надо это нигде не ошибиться в константах каких-то. Ну, там же тебе в порядку величины надо посчитать или точный ответ? А, то есть это задача по математике на самом деле. Да. Это задача по математике. Да, понятно. Вот. Ну, я понял, короче, я над ней посидел, посидел. Потом понял, что прошло двадцать минут, я написал одну формулу. Да. Там еще сколько там M будет. Да. Я подумал, ну нафиг, все равно B и C я решу. Давай я сначала их решу. Если что, у меня по A будет 70 баллов, это не критично. Ага. Зато все остальные я решу. Они будут так… у меня, короче, в восьмом классе, true story, в первый день мы с одноклассником набрали Севой. Это когда ты впервые попал на ВСЕРОС на самом деле. В восьмом классе я впервые попал на ВСЕРОС. В первый день мы с одноклассником Севой, который как раз в этом году на регионе закрылся, набрали… А он может прокомментировать… Примерно одинаковое число баллов. Так. Во второй день он набрал… ну, короче, мы набрали приблизительно 230 баллов, что-то такое. Так. Во второй день он набрал, внимание, по-моему, 70. Ой. Почему? У него Ашка была на 60, и он ее три часа делал. А потом он еще пришел в Бшку, там у него что-то тоже не пошло. Понятно. И в итоге он полностью слил, а я написал, ну, собственно, примерно на таком же уровне. Этого хватило. И прошел даже с запасиком. Угу. В этом году это могло… То есть, если бы Сева ушел вовремя с А, ну, на все России, как, собственно, что у меня было… у меня Б не заходило, я пошел на С, С не заходило, я пошел на Д, в Д набрал 58. Да. Самая сложная задача. А потом уже понял, как решать Б и потом решил С и все. Вот. Если бы он так же поступил… Ну, это опыт, это с опытом приходит как раз. Да, понятно. Ну что, тогда рассказываешь, что ли, Б? Да. А теперь задача Б. Она прикольная в целом. И у многих она не заходила вообще. У Артема не зашла, который умный, у Вити не зашла. Ну, короче, она почему-то вызвала массовые проблемы. Непонятно почему. Сортировка дробей. Ну, тут не очень длинные условия. Даны опять два массива, А и Б. Дробный сортир. Самозачисленный сортир, дробный сортир. Так. Одинаковой длины? Да. Так. Что делаем? Длина до десяти в пятой. Как обычно, да? Или как именно? Они одинаковые длины? Ну, это на самом деле… А, да. Они одинаковые длины, но это не важно. Так. Давайте выпишем попарные все дроби. Мысленно выпишем. Мысленно выпишем все дроби. Да. А2 делить на Б1. Задача… И так далее. Имени экономиста Рикардо. На Б2. Который придумал… НДН. Сравнительное преимущество стран. Но это если бы только ИТ на ИТ делили. И сортируем их. Так. Сделали… Вот взяли… Все во все дроби. Все, да? Все АИ на БЖИ. Да, абсолютно. Их Н квадрат ровно. Угу. И сорт. Их Н квадрат. Сорт. И отсортировали их. Теперь нам приходят запросы. Узнать ИТ в порядке сортировки число. Угу. Значит, приходит Q до 10 в пятый запрос. Узнать ИТ в порядке сортировки число. И соответственно до Н квадрата. И еще одно важное ограничение. Н умножить на Q до 10 в пятый. То есть тут мы можем обрабатывать за Н на Q. Несмотря на то, что они оба большие. Ага. Ага. Собственно, решаете? Решаете. Значит, надо как-то сэкономить, да? Надо как-то сэкономить. А сортировать мы будем за Н квадрат Логан квадрат. Да. То есть… Ну, по сути Н квадрат Логан. Н квадрат, да? Короче, да. А Н квадрат не влезает, да? Не влезает. Здесь 10 уже до свидания еще сортировать. То есть да, хрен не сортируешь. Так, значит, приходят запросы выдать эту дробь, да? То есть нужно что-то придумать, какое-то упрощение. Так, ну да, но числитель и знаменатель мы можем отсортировать. Первое соображение, которое в целом очевидно, что можно сделать, отсортируем вот эти два массива. Это пока мы заняли Н и это фигня. Теперь мы знаем, что если мы зафиксировали числитель и знаменатель, то, соответственно, в зависимости от того, зафиксировали мы числитель или знаменатель, если мы пойдем вот в таком порядке, они будут либо возрастать, либо убывать все дроби. Да. Ну, и в этом тоже, да? Ну да. Так, ну то есть мы, ну давай, значит, пусть это числитель, это знаменатель, да? Значит, вот сюда они увеличиваются, вот сюда они увеличиваются. Сейчас, подожди. Дроби увеличиваются сюда. Увеличиваются, да. И они… Вот сюда. Все правильно. Увеличиваются сюда. Так, соответственно, мы точно знаем, какая самая большая. Да. И дальше… Вот. Да, вот… Подгруппы. Давай я скажу подгруппу. Давай, допустим, у нас запрос от CIT. CIT – это индекс, который мы хотим найти до 100. То есть мы хотим их найти не больше, чем… Ну, короче, вот среди этого отсорсированного массива нас интересуют только первые 100 позиций. Ну, просто сразу их найдем и все. А как ты их найдешь? Я буду убрать следующий… Я буду… Я упорядочиваю еще и отношения. Не упорядочиваю, а просто выпишу отношения. А один на два, а два на три и так далее. А также с BIT. То есть я выпишу дополнительно два массива отношений этих чисел. Да. Допустим. Теперь я после этой дроби выписываю, вот сравниваю эти два отношения, да, потом сравниваю… Ты можешь просто по ходу насчитывать. Ну, да. То есть я высчитываю, то есть A1 на B2 или A2 на B1, в зависимости от того, здесь быстрее растет или здесь быстрее падает. Да. Что папа говорит? По сути, мы можем хранить как бы выпуклую оболочку вот этих вот дробей. Да, да. И смотреть, куда мы пойдем. Да, 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 да. Ну, точнее так. Мы, короче… Вот здесь мы стоим, B1. Мы зафиксировали знаменатель. Зафиксировали знаменатель. И храним то A1, которое у нас сейчас текущее. Правильно, да. И оно будет соскативать там… Это очень прикольно. Это, на самом деле, хорошая идея. Отлично. Некоторые группы прямо будут перескативать сразу через… Да. И заметим, что если мы посчитали первые T чисел… Да. …то следующее будет храниться только на вот этой выпуклой оболочке, как бы. И мы просто возьмем минимальные из этих чисел и сдвинем указатель на один. Ну, понятно. То есть… У нас минимальный одно из вот этих чисел. A, it, I делить на B1. Ну, тут… Следующее минимальное, в смысле, да? Да. Следующее минимальное. Мы как бы строим вот этот массив… По сути, строим просто быстрее, чем за N квадрат, и все. Да. То есть, по сути, массив дробей строится быстрее, чем за N квадрат. Ну, если мы хотим посчитать первые несколько элементов. Ну, да. Иначе мы их построим за те же… Все равно N квадрат, да? Ну, потому что их всего N квадрат. Да, никуда не денешься, действительно, да. Ну, хорошо. Да. Ну, это вот случай, если там немножко… А что же… На самом деле, ты прошел сейчас под группы все, кроме последней. 60… У тебя 63 балла уже. Это прямо… Ну, то есть, судя по таблице результатов, это хороший результат. Но главное решение, к сожалению… Ну, оно частично это использует, но… Не обосновывается. Ну, вообще, идея прикольная. Про то, что мы можем хранить общую границу и ее вот так пересчитывать, это в некоторых задачах пригождается. Теперь общее решение. Угу. Давайте делать бинпоиск по ответу. Бинпоиск по ответу? Ну, причем мы забыли, что это дроби, пофиг. Мы берем число x, оно просто принадлежит r. Да. Мы хотим понимать, правда ли… Вот у нас сейчас есть индекс… У нас сейчас мы хотим найти тетый элемент. Угу. Ну, собственно, мы хотим поменять. Правда ли, что дробей меньше либравных x всего… Ну, сколько там, меньше либравно t, например. Так? Угу. 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 Угу, да, вот это как-то мы узнаем, это мы потом узнаем, как мы посчитаем… Если это… если их меньше либо равно, чем t, то у нас ответ точно лежит вот в этой части. Да-да-да-да-да-да-да, всё понятно. Ну тут, на самом деле, самое большое значение. Последний на первый. И фигачишь, да? Ну, там 10 в шестой. И фигачишь, и фигачишь. Отлично. Значит, это дает нам log c. То есть, ну, нам нужно посчитать ответ с какой-то точностью. Сейчас, а посередине? Сейчас, как ты быстро проверяешь, что действительно меньше или равно 3? Как я быстро проверяю, это я чуть позже скажу. А, все, хорошо. Пока главная идея бинпоис по ответу. Ну да, да, да. Мы его делаем log c раз, где c – это, соответственно, ну, что-то. Да. Нам нужно ответ посчитать с какой-то точностью. Да. Мы знаем ответ с точностью, допустим… Смотри, нам нужно восстановить не само значение, а именно дробь. Да, да, да. Но, заметим, у нас есть дополнительные условия, что все аиты, они меньше или равно 10 в шестой. Ну да. От этого, во-первых, у нас граница бинпоиска 10 в шестой плюс 1 нам подойдет. Да. Во-вторых, две дроби, у которых оба параметра вот такие, отличаются не больше, чем на 1 делить на 10 в 12. Так? И в смысле и числитель и знаменатель? Разница между любыми двумя дробями, у которых числитель вот здесь и знаменатель, и числитель и знаменатель из этого отрезка, она имеет порядок вот такого. Они отличаются не больше, чем… Согласен? Согласен? …1 на… Ну, на квадрат просто вот этого значения. Сейчас, что-то я туплю. Почему они… А, конечно, да. Очевидно, да. Ну, в частности, мы можем взять 1 делить на 10 в шестой, 1 делить на 10 в шестой минус 1, тогда тут как раз вот примерно столько получится. Да, да, да. Значит, если мы посчитаем ответ, например, с точностью 10 в минус 13, то мы точно поймем, какой дроби он соответствует. Да. Ну, какой дроби он соответствует, тоже можно без поиска найти. Угу. Ааа. Тем же способом. Ну, короче, когда мы знаем ответ, найти какой дроби он соответствует, мы сможем. Угу. Тоже быстро, да? Ну, например, да, потому что… Ну, забавно. Что, ты успел захакерить, да, это все? А? Ты успел, да, захакерить на полный балл? Ну, конечно, это не сложно. Ага. Короче… Клево вообще, да. Такая интересная задача. Вот. А теперь у нас осталась главная часть алгоритма. Вот это проверка. Ну, хорошо. Вспоминаем, что мы можем в ней действовать за O от N. Потому что у нас N на Q, то есть количество запросов, да. Угу. Вот. И если мы будем в ней действовать за O от N, то у нас сложность будет O от N на Q на log C. Ну, log C – это, условно, 60. Вот. И, короче, нормально получается. Отлично. Давайте… Давайте для каждой дроби зафиксируем знаменатель, то есть перебираем знаменатель. Пусть сейчас у нас знаменатель B и T. Тогда мы точно знаем, что у нас для первых нескольких АИТах подходит X. Да. То есть они меньше либраны, чем T. А для всех остальных они уже больше. Угу. Ну, хорошо. Самый базовый вариант. Найдем это значение бинпоиска. Угу. Да. Опять-таки. Да. И это дает нам решение. Соответственно, зафиксировали B, проверили бинпоиск. Угу. Это дает нам решение. Вот тут дополнительно на логарифм. Угу. Вот. Но это нам не совсем подходит. Но в целом идея на все кончилась. Понимаешь, да? Потом мы, смотри, когда мы увеличиваем B. Да. Вот, допустим, мы идем по B, увеличивая их. Тогда вот это значение, оно тоже двигается только направо. Только направо, да. Да, конечно. Но это значит, что суммарно это значение пройдет от N шагов. Да. Даже если за один шаг он может пройти, например, вот почти весь массив. Ну да. Да. Но суммарно он пройдет от N шагов. И вот здесь вот N. Значит, суммарно это работает за вот N. Это, кстати, называется метод двух указателей. Едут вместе, да. Едут вместе. Едут вместе. Да, правильно. Все. И у нас убирается алгоритм. Все. Офигеть. Вот. Блин. Ну вот как-то это многие не порешали почему-то. Красиво, красиво. Нет, тут много идей очень много идей. А каждая идея может не очень сложная, но в целом довольно муторная такая как бы конструкция. Не знаю. Но красивая. Нет, это красивая. Да, в целом она мне понравилась. Красивая. И там главное проблем с точностью не возникает. Кажется, что должны быть проблемы с точностью, когда 10 минус 13. Ну, потому что компьютер не может абсолютно точно хранить. Но проблем с точностью нет. Супер. Отлично. Итак, четвертое. Собственно, мы предусмотрительно выписали ограничения заранее. Да. И... А, условие не сохранилось. Ладно, короче. Да. Значит, дам массив чисел. Дед Мороз предложил Вове выбрать подарки. Подарки характеризуются числами 1, 2... В смысле, короче... Стоят они столько... Вот. Это стоимости подарков. Вот. Числа находятся вот такими. То есть подарки могут быть отрицательными. Например, если подарил ремень человек, чтобы штаны заправлять, то потом могут... Чтобы бить им. Да. Бить им по попе. Вот. Ремнем. Да. Вова. Вова. Все целочисленные. Да. И это удовольствие, которое получит Петя, если получит данный подарок. Вова. Да. Вова. Вова. Ну, неважно. У него есть маленькая сестренка. Соответственно, Вова. 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 Может выбрать числа с L по R. Да. Но. Условие. Прежде чем забрать себе все эти подарки, он должен отдать K максимальных из них своей маленькой сестренке Маше. Маше. Маша и медведи. То есть, как устроена процедура? Он выбирает подотрезок. Да. Отдает первые K максимальных из этих чисел сестре, а остальное забирает себе. Да. И спрашивается. Вове не очень важно, сколько подарков получит Маша. Он хочет максимизировать свою стоимость. И какие подарки получит. Сколько она знает? K ровно, да? Да. Несколько Маши пойдется K. Это Дед Мороз сказал. Вот. Собственно, нужно найти такой подотрезок, что вот эта сумма за исключением K максимальных чисел максимальна. Да. То есть, Дед Мороз говорит, ты отдашь K подарков сестре лучших. Да. Но LR выбирай сам. Ну, понятно. А Вова говорит, хорошо. Хорошо. Но он не может выбрать меньше, чем K. Понятно, не может. По техническим причинам. Не может. Вот так. Там была очень прикольная бага, что если K равно нулю, он должен выбрать хотя бы один подарок, поэтому теоретически он может получить отрицательное число, если все подарки отрицательные. Да, если Дед Мороз принес, да, как этот Паша по городинам, в котором мы написали. Килограмм занос. Стена. Что ты нам принес? Новый Дед Мороз. Килограмм занос. Там что-то такое. Да. Но иначе он может отдать, он может выбрать отрезок длины K, отдать все эти подарки отрицательные сестре, а сам с нулем кайфовать. Да. Вот. Даже не с нулем, потому что его сестре хуже, а он над этого такой. Ставит и конечно ставит на подарок 500 омикрон. Хорошо. Значит, как это можно решать? Так. Папа. Ну, да, ну как бы немножко спойлим, да, что мы второй раз пытаемся записать эту задачу, в первый раз технически не получилось. Поэтому первая идея у меня была просто перебрать LR все, тупо прямо взять, повыписывать там из них максимумы. Максимумы, ну это будет… Отсортировать эти массивы, это дает нам O от N в кубе… Очень много. В кубе, да. O от N в кубе на log N. Потому что N в квадрат пар таких есть, и мы каждые сортируем. Хорошо. И тогда Папа высказал гениальную идею. Давайте зафиксируем вот эту длину. Да. И трафаретом поедем по ней. Да. Вот так вот. Трым-трым-трым-трым-трым-трым-трым-трым. И будем списывать насколько лучше был вот по сравнению с предыдущим. Ну вообще максимум, держать максимум. Да. Ну, соответственно, поддерживаем K максимальных в сети. Такая структура данных, она умеет добавлять, удалять, искать больше либо равный, минимальный, максимальный за логарифмом все. Да. Поэтому мы поддерживаем, сравниваем с минимальным. Если нужно, то мы заменяем. Ага. Добавляем, удаляем. Ну и подсчитываем сумму, сохраняем. Ну это понятно, как делать. Угу. И это нам дает уже решение за n квадрат log n. Да. Которая, соответственно, занимает 25 баллов уже. Это хороший результат, на самом деле. Так. Но мы хотим больше. Нам надо больше, больше, больше баллов. Так. И как это делать? И на самом деле у меня есть решение, которое делает так. Оно фиксирует первое число l. И как бы оно идет вот сюда направо. И ну пересчитывай просто папиным способом. А потом сдвигайся. Но оно идет не просто направо, оно идет направо. Точнее не совсем даже так. Оно поддерживает. Пусть у нас вот тут l. Угу. И оно поддерживает для каждого вот такого отрезка величину суммы просто, которую мы ищем. Изъяли. Да. А потом, когда мы добавляем l-1, мы считаем только те отрезки, которые начинаются из этого значения. И вот это решение очень хитро пересчитывает эти отрезки так, чтобы это был не у от n, а быстрее на самом деле log n. Ну сколько там, быстрее за у от k. Угу. Да. Которую восьмь точку писать не надо. Но я написал, потому что она большая. Вот. И я его не стал писать, потому что все равно узнал, что не зайдет. Угу. Эмм., Я написал потом другое, но оно тоже не зашло. Так. Значит, ты рассказываешь решение. Вот. Но я его рассказывать не буду, потому что оно зубодробительно. Она в целом достаточно красивая. Плюс – минус. Но рассказывать это очень сложно и зубодробительно. Так. А вот другая гениальная идея, я придумал мой одноклассник. Так, давайте зафиксируем максимальный элемент, который достанется в ОВЕ. То есть зафиксируем К плюс первый максимум. И будем рассматривать на этом шайде только те отрезки, в которых вот это число, ну, собственно, это число является К плюс первым максимумом. То есть на этих отрезках ровно К чисел, которые, ну, не больше К чисел, которые его превосходят. Ну, там надо аккуратно, чтобы мы не обработали два раза, но это легко делается. И заметим, что каждый отрезок мы отработаем хотя бы один раз, потому что у него есть вот этот К плюс первый максимум какой-то на нем, по значению, и мы его найдем. И каждый отрезок мы отработаем один раз в целом, потому что у него К плюс первый максимум ровно один. Да. Вот, ну, мы можем взять левый сам, левый из К плюс первых максимумов. К плюс первая, да, К плюс первая статистика, это самая порядковая статистика. Отлично. Да. Ага. Зафиксировали, что это число идет в ОВЕ. Теперь давайте отметим все числа, которые больше, чем оно. Давай. Отметим их крестиками. Да. Да. Как-то мы их насчитаем до этого. Пока не говорю, как. Так, и вот тут, допустим, находится вот этот К плюс первый максимум. Да. Тогда, чтобы условие было корректно, мы хотим взять ровно К чисел, ровно К вот этих крестиков. Да. Потому что каждое это число, это число, которое больше, чем наш максимум. Да. Значит, и при этом, очевидно, оно должно содержать вот этот максимум. При неправильном выборе получится, что этот максимум ему не идет, правильно? Да. Получится, что это некорректные условия просто, что либо там больше чисел, либо меньше. Вот. То есть, если у нас К, допустим, 3, мы можем взять какие подотрезки? Вот этот подотрезок, вот этот подотрезок, вот этот подотрезок и вот этот подотрезок. Так? Ну, я имею в виду, вот эти зоны буферные я не считаю. То есть, мы хотим взять ровно К чисел, которые больше, ровно К вот этих крестиков. Но их мы можем взять ровно вот такими способами. Да. И этих способов, их всего О от К. Ну, их ровно К на самом деле. Вот. Ну, потому что мы выбираем, понятно. Ну, еще вот такой на самом деле, потому что вот сюда. Ну, неважно. Так? Ну, вроде бы. То есть, короче, иксы это то, что теснее идут люди. То есть, иксы это то, что те максимумы. Мы должны их взять ровно К штук. Ага. И при этом они должны содержать вот этот, ну, отрезок должен содержать еще вот этот максимум. Поэтому вот сюда, например, мы пойти не можем. Потому что, чтобы содержать вот этот максимум, он должен еще вот этот содержать, и их будет уже больше. Будет больше, да. Отлично. Значит, этих отрезков существует О от К штук. И пусть мы зафиксировали вот этот отрезок. Этот отрезок мы задаем его максимальными элементами. Теперь, если мы смотрим, вот между этими элементами есть какие-то немаксимальные элементы, которые меньше, чем они. Да. И их мы можем брать, вот здесь мы можем взять какой угодно префикс, суффикс, а вот здесь какой угодно префикс из них. И это все будут такие подотрезки, которые нам подходят для вот этого К плюс первого максимума. Но, ну, насчитаем вот эту сумму, просто поймем. Вычтем К плюс К максимумов. И теперь нам нужно найти максимальный префикс, на самом деле, вот здесь, и максимальный суффикс. Ну, только наоборот. Вот тут максимальный префикс, а вот максимальный суффикс. Потому что все вот эти элементы меньше этих, значит, они нам просто прибавятся. Да-да-да. Но, искай, как мы можем искать максимальный префикс? Ну, просто насчитаем все префиксы, будем искать максимумные отрезки. Максимумные отрезки мы можем считать за от одного со спорсами. Но это не важно. Короче, мы умеем это делать, некоторые структуры данных. Значит, вот здесь мы насчитали вот эти два префиксов, суффикс, взяли элементы отсюда, взяли отсюда, и это получился оптимальный отрезок в этом случае. Перебрали все такие отрезки, и мы перебрали все отрезки, которые могут быть оптимальными. значит мы точно нашли ответ. Да. А максимум-то мы меняем? То есть да, мы сначала перебираем максимум. Это дает нам O от N действий. Следующим действием мы перебираем K число. Допустим, у нас вот эти числа уже насчитаны как-то. Это дает нам еще K кандидатов. Это мы сейчас поймем, как делать, но это уже не такая идея штука. Перебираем кандидат, перебираем, ну вот, перебираем какой из вот этих вот подотрезков мы возьмем. Их все в каждую штуку условно. И для каждого мы за одного находим ответ. То есть это дает нам пока что вот такое решение. Так. Теперь как нам начитать вот эти отрезки? Эти иксы. Да, эти иксы. Так. Ну хорошо, давайте отсортируем все максимумы в порядке убывания. И будем пересчитывать. Вот мы обработаем сначала самое максимальное число. У него, очевидно, просто не будет этих кандидатов. Потом пойдем вниз, вниз. Каждый раз, когда мы закончили пересчитывать вот этот максимум, мы его добавляем вот этим кандидатам. Максимум добавляется к этим кандидатам, а больше туда никто не добавляется, очевидно. Значит, нам нужно уметь просто поддерживать соцированный массив с добавлением элемента. Это мы делаем тем же самым цветом. Так. Наверное, программистам понятно, но я потерялся. Так, еще раз. Значит, с самого начала. Вот все-таки максимум к плюс первый – это просто к плюс первая статистика всего набора или нет? Ну, в целом, да. То есть мы, допустим, у нас вот есть этот отрезок кандидат LDR. Допустим, мы взяли этот кандидат LDR и нашли… мысленно его отсортировали, нашли к плюс первое число. Ну да. Это первое число, которое возьмет Вова. Ну да. Да. Вот. То есть мы его перебираем. Перебираем первое число, которое возьмет Вова. То есть перебираем все возможности, когда вот именно это число оказалось тем первым числом, который взял его Вова. Все, понял. Очевидно, что каждый отрезок тогда мы посчитаем один раз, потому что он взял… ну, какое-то число он взял и взял и ровно вот это. Да. Какое-то число взял, взял ровно вот это. Ну и остальные взял. Остальные. Ну да. И взял все, которые меньше. Все, которые меньше. Так. Теперь отсортируем все числа по убыванию и будем идти вот в таком порядке. И будем поддерживать вот сет… Может ли быть k плюс 1 максимум вот этим, да? Может ли быть k плюс 1 максимум вот этим. Может ли быть k плюс 1 максимум вот этим. Да. И будем их перебирать в порядке убывания. И мы хотим… Первый k вообще не предлагает. Да. Очевидно, 1 ик не подходит. Мы хотим поддерживать вот такую вот штуку, что эти числа все отсортированы и это ровно те числа, которые больше, чем наши. Но когда мы добавляем наше число, то есть переходим к следующему, мы просто добавляем его сюда. Добавляем его сюда, да. Это умеет делать сет. То есть сет поддерживает отсортированные все числа и замок добавляет. И что, это вот зашло, да? И теперь, ну у меня нет, у кого-то да. Теперь смотрим. Вот, допустим, у нас есть вот этот максимум. Нам нужно найти все вот такие вот. Нам нужно, собственно, вот эти отрезки будут кандидатами. Их в k штук, условно. Как мы их найдем? Найдем в суте первое число больше либо равное по индексу, понятно. Мы храним индексы нашего. И сделаем k раз минус 1. И тогда мы придем ровно вот в это число. Ну, нам нужно так извращаться, потому что в сети не все и реализовано. Надо понимать, как работать сет. Да. Ну, короче, вот это занимает нам лишний док. Лок на самом деле дает. Работа с сутом делается злок. Поэтому все наши асимптотика умножается на лок. Вот. Ну, а потом мы просто идем, перебираем вот этот отрезок. Вот. Когда мы зафиксировали отрезок, зафиксировали максимум, нам нужно понять, на сколько элементов вот сюда мы отступили, на сколько вот сюда. В оптимальном случае. То есть, когда мы максимизировали сумму. Очевидно, ну, то есть, какой-то из вот этих префиксов мы должны взять. Мы просто найдем максимальный из них и нам нужно взять именно его. То же самое с суффиксами. А максимальный префикс мы можем искать другой структуры данных за o от 1. То есть, это нам ни на что не домножает. Да. И получаем сложность решения o от nk log n. Кто полностью понял, отметьтесь в комментариях. Кто полностью понял восьмую последнюю задачу. Ну да. Но ты примерно понял, да? Это будет более большое множество, чем тех, кто скажет, что он 800. Да. Ну, если, конечно, тем же методом решал. Ты примерно понял. Примерно, но очень примерно. То есть, это уже как бы я уже в сете вот в этом. Это же там какая структура данных, которые нам... Ну, короче, в целом, короче, мы просто храним отсортированные числа. Тогда мы можем, понятно, найти... Нет, это следующего икса. Ну да. Ну, в общем, да. Нет, очень примерно, очень примерно. Ну, ладно. Ну, ничего. Ну, она... Я же, да, для программирования, ну, информаты поймут. На самом деле, я эту идею хранить к плюс 1 максимум перебирать не придумал. Если бы я даже про нее... Если бы я просто подумал про идею перебирать к плюс 1 максимум, я бы ее сразу решил, потому что дальше все... Ну, это, конечно, творчество. Вот это вот я могу сказать, это творчество. Понятно, почему информатика сейчас на такой высоте. Потому что это реально творческая задача. Такие вот. Круто! Миша! Спасибо! Я очень надеюсь, что вы не умерли за 2 часа. Не умерли, да. Кто-то дошел до конца. Откуда привет? Или не дошел? Сейчас узнаем.